Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для баб и мам на Детском радио. Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки. Все те, кому не все равно, как растут наши дети и какими они станут. В эфире Детского радио «Время взрослых». С вами ведущая Елена Самойлова, и мы продолжаем разговор о том, как подружить наших детей со временем и научить их делать уроки быстро, самостоятельно и хорошо. Своими знаниями на этот счет с нами делятся тренер ораторского мастерства, эксперт по публичным выступлениям, обладатель двух премий ТЭФИ Нина Зверева и психолог, писатель, тренер по письменной речи, автор проекта «Текст и контекст» Светлана Иконникова. Каждый родитель желает знать. Так как же нам научить наших детей делать уроки быстро и хорошо? Задаем этот вопрос вместе с онлайн-ресурсом для молодых родителей parents.ru. Начинать лучше всего учить с первого класса. Есть у меня книга, тоже, кстати, вышла в издательстве «Клевер», называется «ЕГ без стресса», и это книга для родителей. О том, как им тратить меньше всего нервных клеток на то, чтобы дети идеально сдали этот самый страшный ЕГ. Так вот, в этой книжке, хоть кажется, что она для родителей и старшеклассников, но я очень советую ее начинать читать родителям, чьи дети только еще учатся в первом, втором, третьем, четвертом классе. Потому что качественное ЕГ очень сильно зависит от того, насколько ребенок сам принял на себя вот эту вот ответственность за свою учебу, насколько эта учеба стала его учебой, а не учебой мамы и папы. И начинаем это делать, естественно, в первом классе, когда он приходит из школы, и ему еще в школе все нравится, и ему еще все интересно. И он даже рад делать домашние задания. Это очень быстро кончится, но нужно успеть ухватить это время. Вот когда он садится делать домашние задания и рисовать эти палочки и черточки, но, как правило, в школе сначала все-таки мало задают, чтобы не устал. Вот в момент, когда ей немножко задали, и легко это все сделать. Вот лучшее, что может сделать родитель в этом смысле, не мешать. Не говорить, что вот этот крючочек как-то не очень ровно у тебя получился, давай-ка перепишем. Мама и папа, пожалуйста, давайте не надо. Лучше будут кривые крючочки. Но пусть вот это вот ощущение того, что я сам это все делаю, сам потом отношу к учительнице и сам получаю за эту оценку, пусть оно будет с ребенком с самого первого класса. Потом он принесет свою первую двойку, обязательно принесет. Нет, наверное, ни одного ребенка, который двойку бы не получал. Но для кого-то четверка может оказаться такой же трагедией, как двойка. Есть такие семьи. Есть такие. Есть такие семьи. И вот здесь тоже самое главное – не ругать. То есть у ребенка вообще не должно быть никакой связи между двойкой и руганью родителей. Ну, потому что мы все миллион раз в жизни ошибаемся. Причем мы ошибаемся гораздо круче, чем вот ребенок, который получил эту двойку. Мы себя-то вообще-то не ругаем. Да, когда у нас, если что-то, мы на работе не портачили, мы наоборот ждем, что дома нас как-то примут, и мы душой отдохнем. Вообще, вы знаете, то, что оценки становятся частью родительских амбиций, это очень странно. Но вот все разговаривают друг с другом, взрослой женщиной, если у одной отличник, а у другой совсем нет, то та, у которой совсем нет, чувствует себя, ну, просто вот проигрышем, ну, не знаю, лузером рядом со своей подругой. Она чувствует себя лузером, хотя оценки ребенка – это вообще никак не часть ее амбиций. Как же это вот внедрить, чтобы… Так очень просто. Ребенок пришел с двойкой, и вопрос, который мама ему задает, давай разбираться, в чем дело, что не так. Разобрались, ну и все, а следующее, а что ты сейчас будешь делать? И ребенок же говорит, ну, я, наверное, пойду сейчас вот к Марье Ивановне, к учительнице, в следующий рог, и попрошу ее, чтобы она дала мне какое-то дополнительное задание, я бы его сделала и исправил двойку. И все, и это уже опять мама перекладывает ответственность на ребенка. Потом уже он не будет даже к маме приходить с этими двойками, а будет сам решать, что я получил, вот я вижу, у меня за четверть выходит что-то не то, я сам подойду к учителю, сам попрошу, чтобы исправить. И где-нибудь так в классе, наверное, в пятом, шестом, седьмом, родители уже вообще перестанут контролировать оценки. Так было с моим старшим сыном, когда вдруг, ему 21 год, он учился уже, по-моему, в классе в восьмом, и я как-то так спросила, ой, слушай, а у тебя что, тройка, что ли, по алгебре выходит? Он так говорит, ну, мам, ты что, это вообще мое дело? Я думаю, действительно, что это я включила какую-то странную мать, сразу выключила ее, забанила, заблокировала, и все. Я, честно говоря, даже не знаю, с какими оценками он окончил школу. Ну, то есть я не смотрела этот... А это не перебор, совсем не знать, какие оценки? Да нет, я уже знала, что он поступил в ВУЗ. А, ну тогда, конечно, тогда мы уж на них прощали. То есть я точно знаю, что там были тройки. Это гораздо интереснее, в какой ВУЗ поступит, как поступит. Да, я его спросила, говорю, а ты какой ВУЗ поступишь? Он говорит, ну, я поступлю и скажу, что раньше времени-то говорили. Нет, оценки ЕГЭ, конечно, Светлана знала, потому что это было чисто связано с поступлением и непоступлением в ВУЗ. Например, в какой ВУЗ он пойдет, и как он будет, если он не наберет балла. Это тоже была его работа. Вы знаете, мне кажется, есть способ у родителей научить детей делать уроки быстрее. И это никак не контроль за самими уроками. Вот пока они растут маленькие, надо делать что-то типа веселых уроков с родителями. И тогда вы заметите сами какие-то особенности детей. Ну, например, сын мой, он очень долго готовился, собирался. И я понимала, что когда он пойдет в школу, то как раз вот к концу урока он достанет тетрадь. Ну, знаете, это все-таки вот такая наша забота с такими особенностями детей разбираться. Он вообще больше подходил для школы, там, как у Пушкина, да, чтобы у каждого был свой учитель, такая частная школа. Потому что такой парень в чем-то очень медлительный, очень размышляющий, рефлексирующий. У него прозвище в садике было «Академик». Но это не было этим, как бы, похвалой. Потому что все было сложно, очень разговорчиво. И мы, когда играли вот такие домашние, настольные игры, или когда папа задавал смешные задачки, когда я задавала. Ну, например, рассказали историю или прочитали книгу, попросите пересказать книгу. Ведь это же школа, это же изложение. Но это и умение говорить и рассказать историю. И если еще позвать при этом еще других детей или там сестер, и мы все слушаем, и он рассказывает маленький мальчик историю. Один раз, может быть, не так, второй раз лучше, третий раз еще раз лучше. Потому что те занятия, которые родители делают с детьми, очень хорошо могут подготовить к школе. В первую очередь, держать внимание. Второе, делать все в условиях отрезка времени. Если ученик, там, мальчик, девочка маленький, говорят, я сделаю это за 5 минут, то полезно потом показать, что сделал это за 20 минут. Пусть удивится. Пусть в следующий раз за 10. То есть вот в этом смысле мне даже кажется, что это не то, что там все считать, научить, читать, научить мучить маленького ребенка. Если хорошие развивайка, если хорошие из кружки, конечно, надо всю доводить. Развивать детей – это наша главная родительская обязанность. Как говорила моя мама, поднимать притязания и создавать возможности. Вот задача родителей. Мне это очень нравится. Но, кстати, мама тоже не знала, какие у меня оценки. Ни в школе, ни в дипломе. Очень удивилась, когда я медаль получила. Мои родители тоже, кстати, не знали. Они даже не знали, когда у меня экзамены, и куда я поступаю. Но у меня родители вообще уехали с байдарками по реке Печора, когда не было ничего никак. Когда мне было 17 лет, это было 52 плюс 17, 69 год. И мне даже некому было сообщить, что я не поступила в институт. А когда они вернулись, а папа в это время в этом же университете завидовал кафедрой и был таким известным ученым, а мама знаменитым учителем, ее все знали. И когда выяснилось, что не поступила в институт, мама сказала папе, одевайся и иди к ректору. Папа сказал, я никогда этого не делала, никогда этого делать не буду. Помолчал немножко и сказал, и Нина меня об этом не просит. И как же мне это нравится. Нина стояла отличница, медалистка, не поступившая в институт. Так позвонил сам ректор. Когда увидели мою фамилию в списках на отчисление, он понял, что произошло что-то нехорошее. А тогда очень платные были дела, и очень большой был конкурс. И все люди фактически были набраны до. Так он позвонил отцу и сказал, почему вы не предупредили, что ваша дочь будет поступать. Вот тут папа отыгрался. Он сказал, почему я должен предупреждать, что моя дочь будет поступать, сказал мой принципиальный папа. И меня взяли кандидатом. То есть мне дали возможность ходить вольнослушателем на занятия, на мой любимый филологический факультет после визнодшколы. И я принципиально сдала первую сессию всю на пятерке. И потом у меня не было ни на четверке, я была ленинским стипендиатом. Но я, конечно, не простила это университет. Было так неловко, потому что эти преподаватели, которые мне ставили четверки вместо пятерки, у меня было пять четверок вместо пяти пятерок. Они потом преподавали. И вот это вот была такая история советская. Но с родителями, да, полное доверие. Полное доверие, что это вот мое дело. Мне кажется, что любая учеба, любые кружки, которые ходит ребенок, это все подготовка к реальной жизни. И если ребенок учится брать на себя ответственность, в том числе за результат, и действительно понимает, как он может что-то исправить, выйти из какой-то неприятной ситуации, то он гораздо больше подготовлен к жизни. Наши очень опекают все-таки родителей детей. И приводит это к инфантильности. Есть замечательная фраза у моего сына, мне очень нравится, что опека и забота – разные понятия. И забота иногда в отсутствии опеки. Да, это точно. Может, я прям перекину мостик к тактике? Потому что я понимаю, когда родители спрашивают, а как научить ребенка делать уроки? Как правило, это касается детей и подростков. И родители видят, что вроде как он приходит, садится там за уроки, а в это время включает компьютер, смотрит в телефон и сам не может оторваться. И, честно говоря, родители сами тоже говорят, что им тоже очень тяжело не обращать внимания на что там в интернете, что там в телефоне. Вроде бы взял телефон, чтобы кому-то позвонить, обнаружил себя через два часа смотрящим какое-то видео на ютубе и так далее. Что с этим делать? Как себя избавить от этого магнита социальных сетей? Есть два очень хороших приема. Первый прием – убрать телефон от себя подальше. То есть вы садитесь за рабочий стол, и при этом телефон не кладете на рабочий стол, а его убираете в другой, в дальний угол комнаты. А если телефон – это рабочий инструмент? Ну вот если сейчас, например, человек делает уроки, и телефон ему не нужен, то телефон убираем в дальний угол комнаты, и самое главное – на ноутбуке выключаем Wi-Fi. Ну то есть вот если сейчас интернет не нужен, сидит человек, делает уроки, и даже если ему вдруг нужно будет что-то в интернете посмотреть, то он сделает это не рефлекторно, а через одно непривычное для себя движение. И когда делаешь вот это непривычное движение, там включить Wi-Fi, встать и дойти до телефона, чтобы посмотреть, мозг включается, вообще-то я сейчас оторвался от урока, говорит мозг, и оторвался именно для того, чтобы посмотреть там, ну я не знаю, какую-то дату. Я эту дату посмотрю, и я понимаю, что я потом опять должен сесть за уроки. То есть вот здесь вот осознанность, она включается. Если мы не через вот это включение Wi-Fi и не через то, чтобы встать со стула и взять телефон, то мы этот телефон рефлекторный берем со стола, смотрим дату, и опять же через два часа находим себя в сетях социальных сетей. Мы животные, мы социальные, но животные, и очень важно себя приучать к каким-то рефлексам. Поэтому вот именно рабочий стол и всякие неприятности в виде отключения Wi-Fi обязательно нужны. А еще нужно прислушиваться к своей реакции на время. Есть время, когда тебе быстрее получатся уроки, когда тебе удобнее делать уроки. И вот это время надо зафиксировать, это время уроков. И обязательно надо себя чем-то радовать. Вот я сейчас сделаю уроки, а потом будет у меня вот это. Вот Нина Витальевич сейчас говорит как раз то, что я хотела сказать, подвесить морковку в конце урока. Обязательно. Это очень важно. Потому что для меня, на самом деле, это правило номер один. В конце каждого дела я себя, как только я дело начинаю, я говорю, вот оно сейчас через два часа закончится, и тогда, и тогда я уже знаю, что я хорошего для себя сделаю. Это не обязательно, что и тогда я съем три килограмма мороженого, например. Ну, оно что-то такое приятное для меня. Даже вот и тогда я полчаса посижу в социальных сетях, это тоже уже радость. И я заранее себя программирую, что она будет, когда дело закончится. И, конечно, мне его хочется закончить побыстрее, чтобы перейти к этой радости. И я гораздо меньше отвлекаюсь. Вот как друг, взрослый человек, может поучаствовать в том, чтобы помочь ребенку найти это время, когда для него делаются уроки лучше. Точно известно, что не перед школой, не в шесть утра и не в четыре. Нету ни одного человека, который вот под этим молотом проснется. То есть ночью спать уже это будет не тот сон. Утром это будет не знать чего. Поэтому нельзя откладывать на утро. Я это знаю даже по своим сценариям. Когда я совсем молодая, с бессонными ночами, с маленькими детьми, откладывала написание сценария на утро. После бессонной ночи я писала не те сценарии. Я точно знала, что да. Я пришла голодная, накормила детей. Потом села, написала. Потом пошла уже ужинать сама. Вот так, как ты говоришь, для меня этот ужин был таким подарком. Сейчас иногда сериал. Но сначала дело, а потом гулять смело. И надо вместе с ребенком понять, как должен быть сложен его день. Потому что хороши повторяющиеся действия. Они проще. Мы привыкаем. Если каждый день четыре. Я так привык. Человек, который привык. Вы знаете, у меня была встреча с парнем, с одним, который меня потряс. Я работала с Home Credit Bank, а у них есть прекрасная благотворительная программа для лучших талантливых школьников во всей стране. Они им выдают прямо плату за обучение в том вузе, в каком ребенок мечтает. Там надо пройти ряд естественных степеней, доказать, что ты это можешь. И хорошие очень ребятишки приехали. Их было 20 человек. И один из них меня прямо вот даже напугал. Он действительно не тратит времени зря. Трижды мастер спорта в разных видах спорта. И сам изучил английский язык и немецкий язык. Ему 16 лет. Вот поступил в этот самый, в свое любимое МГУ. Третий ребенок в семье, папы нет. Умеет по хозяйству все, включая доить коров из села. И мы все смотрели на него, и я сказала только вот, что ты слишком хороший, чтобы в это поверить. И вообще остановись. Немножко расслабься, немножко дай себе слабину. Потому что можно на таком напряжении, можно и упасть. Но то, что перегрузить ребенка нельзя, я в этом почти уверена. Надо просто менять занятия. Лучший отдых – это смена занятий. Ну, другое, да. То это спорт, то это... Но он четко расписал свое время. И вот просто следовал плану. Он сказал, что однажды он разозлился на себя, когда его друг там что-то успел лучше. И он поставил перед собой задачи, и начал четко следовать, ставить галочки, и просто четко-четко следовать. И вот этот парень Тимур, я не знаю, что будет дальше, но он меня, конечно, просто потряс, показал, насколько много всего можно. Но в связи с этим возникает вопрос, надо ли учитывать характер своего ребенка. Ведь есть такие дети, которые... Да и не только дети, взрослые такие есть, да? Кому, например, иногда надо посидеть, и нам кажется, что он ничего не делает, а в это время происходит какая-то работа внутри. А кому-то это не надо. Кто-то это делает, не знаю, занимаясь спортом. Вот много ли мы должны внимания уделять характеру ребенка? Или очень часто мы с помощью характера оправдываем то, что не надо оправдывать? Я думаю, что нет ни одного человека, который знал бы своего ребенка так хорошо, как родители. И родители всегда понимают, вот ребенок сейчас сидит и смотрит в потолок, это потому что характер? Или это потому что ребенок так сильно боится решать задачки по алгебре, что не может себя заставить сесть и начать их решать? Ну, по-честному, мы всегда это понимаем. И, соответственно, если мы видим, что ребенок не берется за алгебру, потому что он ее боится, вот здесь уже должны выступать родители и говорить, ну, я вижу, что тебе эта алгебра просто вот как кобра, ты смотришь на нее, вот как вот, которая капюшон раздула. Давай придумаем, что мы можем с этим сделать. Лучше, что мы можем с этим сделать, найти репетитора, который поможет. Репетитор или другая школа даже, надо обсудить серьезно. Но еще очень помогает вот то, что ценят очень дети в родителях. Это, естественно, доверие, понимание. Доверие может быть только взаимно. И когда я даже рассказала сыну, как мне со мной было трудно, и трудно именно собраться, сесть вон в этом смысле вот на меня, вот собраться, сесть, я все время оттягивалась до последнего момента. И как меня это приводило потом к каким-то таким неприятностям существенным, я увидела, ну, я не могу вам сказать, столько радости. Он считал, что он изгой, что вот это он только не может. Вот так все, что угодно. Вот на пол лечь, вот все. Уже всем на свете позвонить, все на свете сделать. Полыть и вымыть, в конце концов. Только вот не сесть за уроки. Настолько тяжело. И мы вместе начали придумывать, вот что мне помогает, что может ему помочь, что другим людям помогает. А потом, в конце концов, все-таки мы сменили школу. Потому что школа, вот эта физмат, в которой я сама училась, ему давалась очень тяжело. Он ушел в частную, где ему стало гораздо легче. Потому что я поняла, что у нас уже просто, ну, конфликт у него самого, с самим собой, никак не со мной. А со старшей девочкой было еще смешнее. Мы ее заставили бросить в музыкальную школу с большим трудом. Это была вообще история невероятная. Она училась очень хорошо там на одни пятерки. Но она так долго сидела за роялем, по четыре, по пять часов, не разгибаясь. И я видела, что она сутулится. Вид у нее был несчастненький. Все дети там гуляли где-то. А у нее уроки сплошная отличница. И музыкальная школа, где она тоже отличница. И вот эти два занятия поглощали ее целиком. Она и так маленькая была. Маленькая, сутуленькая. Кому нужны эти пятерки? И мы собрались на семейном совете. Говорят, брось музыкальную школу. Как? Нужен диплом, говорит маленькая девочка. Мы говорим, зачем? Зачем тебе диплом? Ты его на стенку повесишь. Ты возненавидишь эту музыку. Ты уже все знаешь. Все басовые ключи и все. Если тебе надо, все сольфеджио. Ты сядешь за рояль и будешь играть. Как она плакала. Как ей было жалко бросать. Она так не привыкла ничего бросать. Привыкла все доводить до конца. Плакала. Но я ее убеждала, утешала. И говорила, что придет время. Ты скажешь нам спасибо. Пришло это время. Сказала спасибо. Появился немножко спорта. Расправила плечики. Стала как-то лучше расти. А теперь очень с большим удовольствием играет. Она рояля и на гитаре. И очень довольна. Потому что она не возненавидела эту самую музыку. То есть иногда бывает и так. Но это... Я считаю, что когда речь идет о здоровье, то родители должны вмешиваться. Они отвечают за здоровье детей. Безусловно. Потому что вот был у меня еще мальчик-ученик. Он, конечно, будущий олимпийский чемпион по плаванию. У него руки, как у Майкла Хелпса. Они длиннее обычных рук на 10 сантиметров. И вся физика тела просто вся такая. И учился очень хорошо. И непрерывный бассейн. И от бассейна пошло раздражение кожи по всему телу. И непрерывные гаммориты. И ко мне пришла его мама и спросила, что мне делать. Он счастлив в этом бассейне. Он прекрасно учится. Он прекрасный парень. Ну вот как? И вот я разговаривала с моим любимым просто парнем. Сейчас он в Канаде учится. И говорю, давай выбирать другой вид спорта. Ну здесь я все могу здесь. Он мастер спорта был в 14 лет. Я говорю, ну вот знаешь, ты просто очень спортивный. Это в другом виде спорта может быть. Но эта кожа, она понадобится твоим детям, твоей жене, тебе самому. Просто это очень важно. Кожа, гамморит. Это все вот так вот все важно. И в результате сейчас он член сборной по молодежной Канады, по волейболу со своими длинными руками. То есть получается, что иногда детей даже надо останавливать в их рвении. Конечно. А почему мы все время говорим про тех, кого надо заставлять? Некоторых надо останавливать. Да, я думаю, многие родители, слушая сейчас вас, удивляются. Потому что в большинстве своем все-таки приходится подталкивать детей. Наверное. Значит, они нашли своего любимого занятия. Это тоже ответственность родителей. Надо давать много-много всего. Выбор должен быть огромный. Они должны все пробовать, все смотреть, а мы должны наблюдать за ними, на что они реагируют. И самое главное, подчеркнем, это избавить ребенка от страха перед школой тогда. И, собственно говоря, то, о чем вы говорили, я боюсь алгебры, поэтому я не буду ее делать. Самое главное, чтобы у ребенка не было страха. Конечно. Если уж смотреть, то родитель и ребенок, они всегда вместе. То есть ребенок ходит в школу, его там могут отругать, он может оттуда из школы прийти. И вслед за ним будут звонки учителя и сообщение в дневник, что ваш сын первый, второй, третий, десятый и компот. И самые первые реакции родителя, понятно, что ужасно обидно. Понятно, что злишься на ребенка за то, что он первый, второй, третий, десятый. Однажды мы ему и сыну написали замечание «Трогал фонтан в фойе». Ну, как бы... Я, конечно, не разозлилась на то, что он трогал фонтан в фойе, но могут написать самые разные. И родитель, он в первую очередь все равно встает на сторону сына, на сторону сына, дочери, неважно, и говорит, давай смотреть, что случилось. И что мы с тобой можем с этим сделать? То есть вот это всегда мы с тобой. Всегда, как только приходит ребенок из школы неуспешный, перекладывайте на свою ситуацию. Когда вы приходите домой с работы, вас там начальник отругал, последнее, что вы хотите встретить, мужа или жену, которые встали руки в боки, и такие «Ах так, ты вот как себя на работе плохо ведешь». Ну, значит, и чайку не попьешь, да? Да. Ну, это же смешно. Это звучит как бред. А почему-то, когда ребенок приходит из школы расстроенный, нам это бредом не кажется, еще и его дома отругать. Мне кажется, детская жизнь очень сложная. Детский мир очень жестокий. И как раз для талантливых ребят, судя по истории, огромного количества талантливых людей жизнь складывается очень тяжело в детском возрасте. Их не понимают, не признают, не видят в них талантов. И потом из них получаются Эйнштейны и Стива Джобса. И это тоже надо помнить, что если ребенок одарен, талантливый ребенок, то вполне возможно, что ему будет очень сложно и с учителями, и с детьми. Его будут считать, может быть, вообще там и изгоем, и идиотом, как угодно. Поэтому вот это вообще абсолютное правило, что родители на стороне ребенка всегда. То есть ребенок может совершить плохой поступок, но ребенок не может быть плохим ребенком. Это вот известная история. Плохой поступок мы все можем совершить. Каждый родитель желает знать. Родительское время на детском радио истекло. Мы снова делаем паузу. Встретимся теперь уже завтра и продолжим разговор с нашими гостями. Тренером ораторского мастерства и экспертом по публичным выступлениям, обладателем двух премий ТЭФИ Ниной Зверевой и психологом, писателем, тренером по письменной речи, автором проекта «Текст и контекст» Светланой Иконниковой. Поговорим о том, какое место соцсети должны занимать в жизни наших детей и как мы, родители, можем помочь своим чадам стать своими в этой среде обитания. А на сегодня все. Я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.фм. Всем хорошего вечера. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.